Трансляцию зарубежных детских каналов на территории Казахстана могут ограничить, причем во благо именно наших детей. Об этом подробно в выпуске. Добрый вечер, меня зовут Сергей Гергель, это итоги дня и мы начинаем. Духовная пища для гостей экспо. Необходимо купить какой-то шедевр. Или какие шаги предпринять, чтобы национальный музей стал всемирной достопримечательностью. В Астану съезжаются заинтересованные в разрешении сирийского конфликта. Чего ждать от нового раунда переговоров, расскажут эксперты. За правок Актау вновь исчезло голубое топливо. Уже сколько дней такая очередь в Актау? Стоим полдня в очереди. Очередь подходит мы, газ заканчивается. В чем причина дефицита? Казахстанцы должны носить одежду, которая соответствует нашим традициям и времени. Такое мнение сегодня в правительстве высказал министр по делам религии гражданского общества Нурлан Ермикбаев. Презентуя проект концепции госполитики в религиозной сфере на ближайшие три года, он отметил, что документ соответствует основным идеям, заложенным в послании президента и в статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Профильном ведомстве подчеркивает, что вопросы относительно запрета госслужащим молиться в рабочее время будут тщательно анализироваться и обсуждаться. И только после этого, возможно, эти нормы будут отражены в документе. Эти изменения должны обсуждаться с гражданским обществом и экспертами. Мы будем регулировать вопросы по религиозному обучению за рубежом, проведению проповедей, по распространению религиозной литературы, а также других материалов. Будем регулировать вопросы, касающиеся привлечения молодежи, не достигшей совершеннолетия. Могут ли государственные службы в рабочее время посещать молельные заведения, учреждения, в частности мечети? Конечно же, однозначно не могут. В это время они должны служить на службе. В свободное время, конечно же, никто препятствий делать не собирается. Это права гражданина. Сейчас идет только разработка соответствующих поправок законов. Чего не хватает казахстанским музеям для привлечения туристов и чем будет удивлять Астана своих гостей в дни международной выставки Экспо? Об этом тоже говорили на заседании правительства. По словам министра культуры и спорта Растанбека Мухамедиулы, всего с 10 июня по 10 сентября запланировано 4000 различных мероприятий. А самых главных – до миробов. Километровые очереди в музей Казахстана не выстраиваются. Но это только пока. Министр культуры и спорта знает, как вывести отечественные хранилища произведений искусства на уровень Лувра и Эрмитажа. Во всем мире музеи – это центры туристических интересов. Вопрос стоит, чтобы наш национальный музей был привлекательным, что необходимо купить какой-то шедевр. Или тут же добавил министр – разрекламировать уже имеющиеся. Благо, таких в Казахстане предостаточно. Организовать выездные выставки в музеях мира, снять художественно-научно-популярные и анимационные фильмы и транслировать их на ведущих каналах. То есть мы должны максимально раскручивать наш золотой воин. Между тем, практика показывает, что вопрос не только в наполнении выставки, но и в подходе к ее организации. Когда музеи – это не просто хранилища, а целые научные центры. Как, например, этнодеревня в Восточном Казахстане. Ежегодно ее посещают полмиллиона человек. Культурные ценности Казахстана наверняка заинтересуют туристов во время экспо. Хотя музеи – это лишь малая часть обширной программы выставки, которую сегодня тоже озвучили в правительстве. На три месяца запланированы 4000 различных мероприятий. И все уже расписаны по часам. Из мирового масштаба – ралли «Шелковый путь». Чемпионаты мира по карате, художественной гимнастике, встречи боксеров, марафоны. В разрез, в разрез попал канат «Ислам». Культурная программа тоже наполнена звездными именами. На сцене столичного театра оперы и балета выступят, к примеру, артисты знаменитого итальянского театра «Ла Скала». Ценителей прекрасного порадует и король оперы Пласида Доминго. В предчувствии аншлага знаменитый цирк «Дюсселей» пробудет на выставке экспо все 93 дня и даст 71 представление. Почти все крупные события будут проходить за счет спонсоров, а посетить большинство культурных мероприятий гости экспо смогут бесплатно. Добирабов и Азамат Саметов. Итоги дня. В Астане продолжаются встречи военных экспертов, стран-гарантов по ситуации в Сирии. Переговоры проходят за закрытыми дверями и предваряют основные непосредственно участников конфликта и сторон так или иначе в него вовлеченных. Они пройдут 3-4 мая. Это будет уже четвертый раунд астанинского процесса. Ночью в Астану должны прилететь главы делегаций России, Турции и США. Кстати, Соединенные Штаты впервые направляют для участия в переговорах по Сирии помощникам госсекретаря по Ближнему Востоку. Отмечу, что переговоры начнутся с закрытых встреч в двустороннем формате и в целом оба дня будут проходить за закрытыми дверями. По итогам встреч пройдет пресс-конференция, сообщили в отечественном медиа. Мы ожидаем, что все стороны страны-гаранты, наблюдатели и сирийское правительство и оппозиция будут представлены на очень высоком уровне. Так, например, со стороны ООН уже подтвердил свое участие специальный посланник генсекретаря ООН Стефан Демистура. К теме сирийских переговоров мы еще вернемся. На прямую связь со студией из Алматы готовится выйти политолог Султан Акимбеков. Обсудим возможную повестку переговоров и то, о чем могут договориться стороны конфликта на этой встрече. А пока к другим темам. В Казахстане могут запретить трансляцию некоторых детских иностранных телеканалов. Это станет возможным, если в стране примут закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Документ сегодня презентовали в Мажелесе. По мнению депутатов и экспертов, такие каналы транслируют контент, который негативно влияет на психику детей. Кроме того, школьникам могут ограничить доступ к социальным сетям и видеохостингу YouTube. Сейчас Министерство информации и коммуникаций с операторами связи работают над созданием специальных детских пакетов доступа к интернету. По мнению народных избранников, Всемирная сеть сейчас стала настоящим рассадником насилия, экстремизма и терроризма. Дело не только в соцсетях. Дело не в инструменте информации, а в механизме защиты от этой информации. Повлиять может и человек. И он приходит, и вот эту идеологию переносит детям, и он оказывается для них авторитетом. Понимаете, и соцсети здесь совершенно ни при чем. То есть отрабатывается механизм дистанционного управления детьми. Когда вот это вот дистанционное управление, эффективность его оказывается выше, чем эффективность родителей школы. 80 миллионов долларов на внедрение системы медицинского страхования займет Казахстан у Международного банка реконструкции и развития. На дратификации соглашения между правительством и банком сейчас работают в Сенате. Часть средств пойдет на внедрение новых технологий, обучение специалистов и закуп современного медицинского оборудования для 600 казахстанских клиник. Необходимо все-таки Министерству здравоохранения определить индикаторы по каждой задаче, чтобы мы четко знали, чего мы хотим достигнуть. Это очень важно. Не просто взять и потратить на обучение, на новые технологии, а четко для себя сказать, сколько обучили, как обучили, какой уровень стал наших работников медицинских организаций и чего мы достигли в результате использования средств данного займа. Оптовые и розничные цены на лекарства будет регулировать государство. В стране разрабатывается новая система ценообразования. Об этом сегодня рассказал ответственный секретарь Министерства здравоохранения Болат Тукижанов. После внедрения системы определять стоимость лекарства будут основываясь на ценах зарубежных и отечественных продавцов и производителей. Соответствующий законопроект внесут в парламент в августе этого года. Пока же предельная цена установлена лишь для препаратов, которые закупаются для оказания гуманитарной, гарантированной, простите, медпомощи. А к 2021 году лекарства в стране будут продаваться только по рецепту. Сегодня уроженственная цена не регулируется. И если вы сами в городе заметили, рядом стоящие аптеки в одном, например, аспирин там стоит 50 тенге, в другом стоит 450 тенге. То есть рядом, сто метров не отходя. Бывают такие, есть такие факты. И учитывая, чтобы все эти вопросы пересмотреть, мы сейчас разрабатываем эту новую систему ценного раздавания. Кстати, с начала года лекарственные препараты в Казахстане подорожали почти на 3%, а вот цены на услуги отечественных врачей даже выросли больше, на 4%. Министерство нацэкономики опубликовало данные по инфляции. Что и насколько подорожал, расскажет Гульнара Жендагулова. Сегодня она с обзором экономических новостей. Гульнара, тебе слово. Спасибо, Сергей. Напомню, что приведу данные только за квартал. Итак, по итогам 4 месяцев инфляция в Казахстане составила 2,7%. Цены на продукты питания за 4 месяца увеличились менее чем на 4%. Больше всего подорожал картофель на 35%. Не так сильно, но тоже выросли цены на овощи и фрукты, мясо, молоко, масло и конфеты. При этом некоторые продукты подешевели, например, яйца, сахар, гречка и подсолнечное масло. Казахстанские банки стали меньше выдавать потребительских кредитов на неотложные нужды. Объем займов, по данным портала Финпром, снизился на 0,8%. Причина в том, что банки стали более тщательно подходить к выбору клиентов. При этом кредитная активность казахстанцев остается столь же высокой и даже растет. По словам экспертов, это связано с сезонным фактором. В марте наши соотечественники берут больше кредитов для отдыха и крупных покупок. Вот как комментируют всплеск в первом кредитном бюро. Мы ожидаем, что, скорее всего, в этом году ситуация повторится и с прошлым годом. Рынок будет достаточно консервативен в плане выдачи кредитов. А если мы говорим по сегментам, то, скорее всего, на рынке потребительского кредитования всплески это ожидается на рынке именно товарных кредитов. То есть это то, что пользуется наибольшим спросом. Если мы говорим об ипотечных кредитах, то сейчас 70% выдачи – это выдачи жилстрой Сбербанка. То есть это в основном сейчас основной оператор ипотечного кредитования. Кстати, о жилстрой Сбербанке. Банк выплатил 20 миллиардов тенге компенсации своим вкладчикам. Свыше 280 тысяч обладателей депозитов получили свои деньги, которые они потеряли на курсовой разнице из-за корректировки курса национальной валюты в августе 2015 года. Отмечу, что из 20 миллиардов около 9 миллиардов тенге – это собственные средства банка, полученные от прибыли за последние 5 лет. И напоследок еще одна интересная информация. В Казахстане растет число фрилансеров. По данным квартала Energy Prom, за год число фрилансеров в стране выросло на 9 тысяч человек и к концу 2016 года превысило 215 тысяч. Что касается географии, то заметное предпочтение такому виду занятости отдали жители Костанайской области и Алматы. Сергей, а что у тебя насчет фрилансерства? Ты бы смог работать из дома? Я точно нет. Сама дисциплины у меня отсутствует. Ну ты знаешь, наверное, воспитать самодисциплину помогли бы, вернее, хорошие гонорары. Так что я бы точно смог. Спасибо, Гульнара. Это была Гульнара Жандагулова с экономическим обзором дня. Каждый пятый лот на тендерах в Казахстане в прошлом году выставлялся с нарушением закона. Всего же в сфере госзакупок выявлено почти 270 коррупционных преступлений. В первом квартале за коррупцию в госзакупках осудили 7 человек. О причинах столь высокой коррумпированности говорили на заседании агентства по делам госслужбы и нацпалаты предпринимателей Атамикен. Участники говорили, в частности, о систематическом завышении цен на продукты, оргтехнику и ГСМ. Чтобы пресечь нарушения, представители агентства и общественности будут проводить мониторинги тендеров. В агентстве предлагают регулярно менять специалистов по закупкам. Также правительству предложено внести поправки в закон о госзакупках, распространив его нормы на приобретение лекарств в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. Закуп медицинских услуг имеет свои особенности. Не зря, наверное, он и регулировался до сих пор правилами, которые были утверждены в постановлении правительства. Но, правда, это дело в том, что они, наверное, уже морально устарели. В 2009 году эти правила были приняты. И до сих пор госзакупки проводятся в бумажном виде. И возвращаемся к теме сирийских переговоров. С нами на прямой связи политолог Султан Ахимбеков. Добрый вечер, Султан Маргупович. Учитывая текущую ситуацию в Сирии и уровень отношений между участниками конфликта и сторонами, так или иначе в него вовлеченными, о чем сейчас реально можно договориться на этой встрече? Здравствуйте, Сергей. Ну, безусловно, мы понимаем, что после апрельских ударов в Соединенных Штатах Америки по базе ВВС Сирии ситуация резко изменилась в этой стране. Но, что очень важно, казалось, что уровень конфронтации будет только нарастать. С учетом тех противоречий, которые существуют не только внутри Сирии, они очевидны. Например, известна позиция России, Ирана и Сирии. У них была собственная встреча в Москве. У них есть позиция Соединенных Штатов Америки, стран Персидского залива и Ордании, арабских, которые имеют совершенно противоположную точку зрения. Еще есть и Израиль со своей позицией. И в этой ситуации казалось, что, конечно, скажем, в Астане вроде бы и нечем говорить на самом деле. Но, тем не менее, можно сегодня говорить о том, что объективно так сложились обстоятельства, что такой формат и такие переговоры, они очень критически важны. Потому что после того, как стороны выложили на стол свои карты, условно скажем, после этого им надо обязательно согласовать, обязательно проговорить. И здесь как раз астанинский формат заранее запланирован, он очень удобен. И поэтому мы можем сказать, что, например, план России, который выдан в России о том, что по разминированию собрать коалицию вокруг разминирования, он в перспективе, конечно, очень нейтрален по своей сути. Но кто может возразить против разминирования? Это всех устраивает. Но у российского плана есть еще несколько предложений. Они предлагали также, в частности, провести переговоры о обмене пленными. И это как раз тоже может обсуждаться в Астане. Но там есть еще два пункта. Один пункт это о конституционном урегулировании решения вопросов Конституции. Второй пункт о управлении на различных территориях Сирии. Этот вопрос оппозиция отказывается обсуждать. Но тот факт, что оппозиция едет, причем на очень высоком уровне, и тот факт, что на самом деле у них есть, объективно, потребность к такому взаимодействию, диалогу, я думаю, что это на сегодняшний день вполне такая очень, ну, реальность позитивная. Ну вот США повысили статус своего представителя на астанинских переговорах. Говорит ли это о повышении интереса Вашингтона именно к теме мирного урегулирования? Не, ну, конечно, безусловно, с учетом того, что мы знаем, что США, когда начинает более активно играть роль в любом процессе на Ближнем Востоке, это приводит к кардинальному изменению ситуации. И поэтому мы помним, что до своих известных ударов по авиабазе в Сирии США присутствовали в Астане на уровне, скажем, посла. Если США действительно повышает свой статус присутствия, то это говорит о том, что для США начинают активным игроком быть в этом процессе. И тот факт, что они начинают участвовать в переговорах, которые на самом деле, казалось бы, с учетом противоречий между различными участниками сторон, могут сами по себе принести, ну, скажем, выяснению отношений каким-то, с учетом характера операции в Сирии, с учетом характера Трампа, можно ожидать всякого от Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, они готовы к переговорам, в том числе и с присутствием, скажем, иранских представителей, российских представителей. И это говорит о том, что риторика риторикой, действия действиями, но мирному процессу альтернативы нет. И здесь как раз в этой ситуации такие площадки Казахстана востребованы, потому что Казахстан, наверное, единственный из всех этих участников, действительно никак никуда не вовлечен, и у него есть своя позиция, и он абсолютно нейтральный. Спасибо вам за комментарии. А я напомню о том, каких результатов можно ожидать от предстоящих встреч на сирийских переговорах в Астане, нам рассказал политолог Султан Акимбеков. Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили лидеры России и Германии. Ангела Меркель прилетела сегодня в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Все подробности у нашего международного обозревателя Руслана Идрисова. Руслан, я так понимаю, хоть и обсуждают весь Ближний Восток, но главная тема все-таки Арабская республика, я так понимаю? Не совсем, Сергей Меркель, к примеру, заявил о важности перемирия в Украине. Хотя да, о Сирии тоже говорили. Тем временем Северная Корея обвиняет Вашингтон и Сеул в провокации, которая может привести к ядерной войне. А Госдеп США предупреждает о серии терактов в Европе. Прямо сейчас об этих и других событиях в мире сегодня. Впервые за два года прошла двухсторонняя встреча Путина и Меркель. Канцлер Германии прибыла в Сочи, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и реализацию минских договоренностей. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия выступает за тщательное расследование ситуации с использованием химического оружия в Сирии. Виновных в инциденте, по его словам, необходимо найти и наказать. Меркель, в свою очередь, поддержала перемирие в Сирии и заявила о готовности еще более тесно сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. На встрече главы государств обсудили и новые перспективы двухстороннего сотрудничества. О возможной ядерной войне говорят на корейском полуострове. В КНДР заявили, что к ней могут привести провокации со стороны Вашингтона и Сеула. Провокации Пхеньян назвал учения Южной Кореи. В заявлении КНДР подчеркивается, что американские бомбардировщики отработали сброс ядерных бомб на крупные объекты. Тем временем в Южной Корее закончена установка системы американской противоракетной обороны. Она уже сейчас может сбивать ракеты с северного соседа. А крупнейший корабль морских сил самообороны Японии будет охранять американские суда снабжения, которые сопровождают авианосец Карл Винсон на подходе к корейскому полуострову. В Госдепе США американцев предупредили об угрозе терактов в Европе. В заявлении отмечается, что объектами нападений могут стать аэропорты, гостиницы, торговые центры, рестораны, клубы и храмы. Также представители Госдепартамента напомнили о недавних терактах во Франции, России, Швеции и Великобритании. Предупреждение останется в силе до 1 сентября. Ну а Объединенные Арабские Эмираты намерены отбуксировать к своему побережью айсберг из Антарктики. По задумке он должен стать новым источником пресной воды в регионе и может привести к значительным изменениям климата. В частности, увеличит число осадков. Кроме того, тайне айсберга, согласно планам, приведет к попаданию пресной воды в море, что будет способствовать восстановлению экологического баланса и биоразнообразия. Вот такие грандиозные планы в области экологии в Арабских Эмиратах, да, Сергей? Ну у меня все. Спасибо, Руслан. Руслана Имманкулова. Предлагаю послушать его комментарии. У нас основные области, где паводок был наиболее интенсивным в этом году, это Карагандинская и Акмолинская области. Пошел на спад северокалстанской области. Вот у нас сейчас та область, куда как раз-таки сосредоточены силы и средства. Ну и будем надеяться, что это будет как раз тот регион, который будет завершать нынешний паводковой период. Хотя у нас есть еще определенные риски в Восточно-Казахстанской области. Но положение жителей регионов, которые пострадали от паводков, не оставило равнодушными нефтянников Мангиставской области. Они приняли решение перечислить однодневную заработную плату. В крупных компаниях региона работает примерно 5,5 тысяч человек. Собраны 52 миллиона тенге, перечислены жителям Актобе, которые в результате стихийного бедствия остались без крова. А из Шемкента в Петропавловск гуманитарный груз сегодня повезли сотрудники молодежного ресурсного центра. Вместе со студентами вузов и предпринимателями региона они собрали для пострадавших от паводка жителей теплую одежду, постельные принадлежности и продукты почти на 15 миллионов тенге. Кроме того, неравнодушные перечислили около 150 тысяч тенге. Многие граждане, более 200 человек, изъявили желание помочь, и также материально, и продуктами они помогали. Предприниматели тоже оказали свою помощь. В Мангиставской области цена на сжиженный газ поднялась еще на 5 тенге. Наши корреспонденты выяснили, когда топливо на АГЗС перестанет быть дефицитом. Так обстоят дела на газозаправочных станциях региона. Чтобы заправить машину, водителям приходится часами ожидать своей очереди. Уже сколько дней такая очередь в Актаву? Стоим полдня, очередь подходит, газ заканчивается. Очереди огромные, конечно. Я в целом в день, вот эти ближайшие 2-3 дня, каждый день заправляюсь, в целом, когда я 5 часа по 4 стою. Ну это немало, согласитесь. На некоторых частных заправках Актаву газа и вовсе нет. Местные власти дефицит объясняют капитальным ремонтом на заводе по переработке газа в Жанаузене. Там временно снизили производство на 2000 тонн. Была достигнута договоренность с бизнесменами, что те предприниматели, вот именно 36 предпринимателей города Актаву, 56 Монолинского района и 9 предпринимателей Тукараганского района, они будут продавать вот общая средняя цена, потому что они будут какую-то часть этого КАЗ ГПЗ получать, и это минимальную, и какая-то большая часть будет по 35 тенге. И они это сегодня пошли навстречу, что будет средняя цена ихнего газа составлять 40 тенге. Это временная мера на май месяц. После завершения ремонта на заводе старые цены вместе с самим газом вернутся. А для решения вопроса дефицита топлива Министерству энергетики предложено увеличить объемы поставки газа в регион. Сегодня в Мангистауской области на ГАЗе едят 70% автомобилей, и каждый месяц их число только увеличивается. Юлия Землянова, Гульмир Абишев, Ринат Дусалеев. Итоги дня. Мангистауской области. И еще о событиях в стране. Коротко в нашем обзоре. В Уральске приступили к ремонту дорог раньше срока. Всего в этом году отреставрируют 72 километра дорожного полотна. За качеством работы и эффективным освоением бюджетных средств будут следить депутаты и представители общественности. Власти города поставили перед подрядными организациями ряд жестких условий. К примеру, гарантийный срок увеличен до 7 лет. На севере республики установили причину массовой гибели рыбы на озере Глубокое. По словам специалиста природоохранного ведомства, карась задохнулся из-за нехватки кислорода. Напомню, неделю назад на водоеме погибло 6 тонн пресноводных. А на днях в области произошел еще один замор рыбы. В этот раз к берегу прибило около 200 килограммов карася. Предварительная версия – также нехватка кислорода. Слышка бруцеллеза среди домашних животных в Индерском районе Травской области локализована. Весь скот, у которого была диагностирована эта болезнь, направлен на бойню, а хозяева заболевших животных получат компенсацию от государства. На сегодня обследованы 90 тысяч овец и 17,5 тысяч коров, находящихся в хозяйствах района. Половина из них вакцинированы. Параллельно с вакцинацией от бруцеллеза ветеринары прививают домашних животных и от других болезней. Лыжный сезон на Шимбулаке продлили до 21 мая. Такой подарок для любителей зимних видов спорта сделали впервые более чем за 20 лет. Никаких дополнительных мер для этого администрация не предпринимала. Дело в том, что до сих пор в горах Зайлийского Алатау лежит снег. В Восточно-Казахстанскую область снова вернулась зима. За считанные часы Ридер, Зыряновск и Серебрянск засыпало снегом. С плюс 15 градусов столбик термометра на востоке страны опустился до плюс 3 градусов. Со слов местных жителей, высота снежного покрова достигала 5 сантиметров. Впрочем, синоптики ничего страшного в этом не видят и отмечают, что явление не аномальное, хотя и редкое. Они также добавили, что в ближайшие дни температура воздуха в регионе будет держаться в пределах отметки от 0 до плюс 4 градусов. Ветерану Великой Отечественной из Петропавловска исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем Джуру Кобелева поздравили в Департаменте внутренних дел, где он проработал четверть своей жизни. На линию огня фронтовик попал из армии, воевал на Центральном и Западном фронтах, защищал Сталинград. За доблесть и отвагу грудь Джуры Кобелева увешана орденами и медалями. Среди них два ордена Красной Звезды и две медали за отвагу. Стражи порядка и представители Советов ветеранов вручили юбиляру подарки и награды, в том числе медаль генерал-майор авиации Талгата Бегельдинова. Пятнадцать правнука я имею. Четыре нюка, четыре нючка. Ой, около меня. Кругом. Я гордился этой жизнью. Молодец. Все наше Северно-Хариканское облице, Петропавловска. Все поживу, думаю, что и в руководствах поживу. И отлично пожить надо. Вам все доброта, как я. Жив, прелечная Северно-Хариканское. Так живите отлично. А в Караганде готовят военно-историческую реконструкцию подвига казахстанца Рахимжана Кошкарбаева. В канун Дня Победы энтузиасты воссоздадут исторический штурм Рейхстага и водружение Красного Знамени. Подготовка идет полным ходом. Организаторы собирают боевую технику, форму и декорации. Закамуфлируют и Дом культуры Майкудука. Само действие пройдет в шесть этапов, демонстрирующих несколько атак на здание. Отмечу, в Караганде уже воссоздавали Андракайское сражение и бой за деревню Крюково. Подвиг лейтенанта Кошкарбаева и рядового Булата Булатова первыми установившими красный стяг на крыше Рейхстага. И то, как это было, основываясь на воспоминаниях самих героев, попытаются продемонстрировать участники мероприятия. Планируется, что в составе двух армий на этот раз будет задействовано свыше двухсот человек. Мы сделаем вот здесь макет тоже разрушенного какого-то там пространства. Накидаем там камни, сделаем макет и они у нас Кошкарбаев с Булатовым будут взбираться и водружать именно сюда. С левой стороны у нас будет установлен подиум для ветеранов и для гостей. Для того, чтобы они могли наглядно убедиться и посмотреть. Стали известны маршруты шествия «Бессмертный полк Марш мира» 9 мая в Астане и Алматы. В столице потомки участников Великой Отечественной войны и все желающие пройдут до монумента Казакьеле, до мемориала защитникам Отечества. В Алматы марш стартует с площади Астана, а бывшей старой площади финишируют в парке 28 панфиловцев. И напоследок о необычном увлечении, которое набирает обороты в России. Фанаты костюмированных игр там перевоплощаются в супергероев из комиксов, научной фантастики, фильмов и компьютерных игр. На Москве развернулась площадка, которая объединила красочный конкурс костюмов и киберспортивные турниры. О новом тренде наш корреспондент Дан Нуржан. Косплей за этим необычным названием скрывается по сути маскарад, где участники примеряют на себя образы различных героев фантастических фильмов и комиксов. Здесь можно вернуться назад в будущее, оказаться во вселенной Звездных войн и выбрать свою темную или светлую сторону силы. Или оказаться последним выжившим в постапокалиптическом мире. Количество сюжетов и игровых миров здесь ограничено лишь воображением. Сложный грим, тяжелые костюмы, силикон и пластик. Ради соответствия образу участники готовы вытерпеть все неудобства. Вхождение в образ может занимать несколько часов. Я думаю, около двух-трех часов в зависимости от того, кто помогает с этим костюмом и как успешно ты в него лазишь с первого раза. Но учитывая, что я не могу передвигаться, я чувствую себя немного принцессой, потому что все меня катают. Но по физическим ощущениям первые два часа нормально, а далее начинает становиться жарко и душно. Московский Комик-Кон – самый масштабный фестиваль подобного рода в России. Одновременно с ним на ВДНХ проходят турниры по киберспорту, то есть соревнования по компьютерным играм и выставки в сфере виртуальной и дополненной реальности. Мы посещаем различные мероприятия, также мы ходим в больницу, помогаем деткам. Все безумно рады видеть персонажей и все очень остаются довольны. Также мы занимаемся благотворительностью, потому что мы все работаем, все учимся, у нас есть своя личная жизнь, скажем так. Это вот отдельное как бы хобби, мы хотим этим заниматься. Трехдневный фестиваль для многих стал возможностью отлечься от будней и погрузиться в сказочный игровой мир. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия. Итоги дня. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!